всем доброе утречко сегодня моего сына младшего день рождения я так чисто символически немножко с утра поздравить так как сейчас он на работу пойдет сейчас зайдет я зажгу свечку здесь подарок висит которого показывала до халат я ему хотела сразу дать не на день рождения подаришь поэтому заберет сейчас ну и пойдет на работу как я уже и говорила до праздновать мы будем в ресторане сразу два дня рождения так с утра перед работой вечером не знаю может быть они что-то заказывать будут говорили варить сказали мне не надо так что посмотрим как пойдет день с утра все равно приятно когда уже зайдет зальду свечу ну а на завтрак у меня здесь вот это вот булочка которой я вам говорила всегда био беру масло рыба красная оливки и капучино сыну предлагала не хочет но говорит на работе там точно что что-то будет обычно говорит там билеты бродкин это булочки как вот здесь у немца да с чем-то всегда намазанные как бы берут они в этом булочной там они уже готовы ищем поэтому не захотел он просто попил воду перекусил этими двумя макаронцами и пошел быстренько на работу всем желаю приятного аппетита и хорошего вам дня всем большой привет я подъехала опять к магазину но не закупаться чтобы до магазин рэвы потому что только в нем по моему продаются эти торты чтобы купить сыну торт а торт такой как по традиции у нас короче он называется бениамин блюмхин может быть кто знает это вообще ну как для детского до дня рождения такой тортик вот так скажем но как вот так как у нас он здесь родился в германии да и вот как с годика вот как год ему исполнился да мы купили этот торт и вот как по традиции каждый год я его покупаю хотя ну естественно он говорит уже не надо типа это но я вот как мама я все равно вот знаете вот как чисто от меня что вот на каждый день рождения он должен быть его тоже на протяжении 25 лет представляете еще существует этот торт его сейчас хочу зайти его купить он замороженный да ну потом он постоит два-три часа до размораживается но очень вкусный такой клубничный свежий всегда все-таки как для детей наверно там все равно получше но его час зайду куплю и пока не забыла хотела поздравить казахстанцев всех с наурызом праздником наурыз праздник весны и вот как раз например вот мой старший сын да он родился в казахстане как рану они у меня оба получается в праздник наурыз родились просто старшего я там родила в казахстане и вот как раз там все отмечали гуляли на в эти дни помню это интересно сейчас такой есть или нет вот раньше когда ну вот я родила до сына нельзя же было в палату заходить ну когда моя мама рожала то же самое было не вот через окно показывали детей мы еще помню на четвертом этаже было когда родила и мои там стояли внизу я через окно там мы как-то перекрикивали спрашивали ну как назвать там и они мне на снегу палками там писали как какое имя дать ой вообще до время такое было интересно вообще нельзя было типа какие-то там до болезни могли вирусы до занести а вот тут вот когда вот все рожают тут любой может раз зайти да и ты рожаешь с мужем кстати вот интересно кто-нибудь рожал со своим мужем но присутствовал он или нет у нас да вот когда я здесь рожала второго ребенка он со мной присутствовал перетерпел со мной все как говорится ну да чтобы знали как дети достаются то но хотя не все на это пойдут мне кажется мой муж согласился да прикольное время было сейчас я думаю тоже уже наверно тогда может любой зайти в палату или как вот кстати напишите вот интересно послушать потому что здесь мы еще удивились когда вот просто так может любой прийти хотя сейчас не знаю но тоже да наверно ну и вот сегодня варить мне не надо хорошо но в планах у меня еще прибраться дома если я успею не знаю там еще посудомойку я утром включила тоже надо опустошить как говорится так что пойдем с вами посмотрим что то я еще хотел сказать ну ладно если вспомню скажу зашла в магазин так я хотела показать да у меня подписчики спрашивали какие я беру эти вот они олькорн по-моему да короче вот такие до колькорн обои с йогуртом или такие вот я иногда беру если вот кто-то хотел у меня спрашивал ну как келокс хлопья даете назовем так тут какие хочешь есть вот такие вот тоже вот эти вот классные еще молоко тоже йогурт ложить варенье ладно мне я пришла за тортиком кстати выбору сколько вы тут как раз и пончики есть но я вчера не в этом магазине было вот такие вот я имела ввиду до кончик мера тоже А я вчера которого Лида убрала, да, вот этот он 7 с копейками стоил, я смотрю, сегодня тут процент 5,49 как всегда эти тоже вкусные ну так, мне ничего не надо я взяла тут один тортик, он вкусный так, все, пойду на кассу что-то тут все ставят пасхальное все эти зайцы все время и на Новый год море их вот на пасху, вот представьте сколько выставляет всего, это же потом все не распродается детское, ферреру такой черный 4,99 вот одна такая это что-то новое фу, пришла, у нас так холодно, вот вы заметили, да, в какой я куртке, прям холодно у нас, и дождь моросит, сыро, прям невозможно, когда уже весна-то придет, а, мы уже ждем, не дождемся, вон мои некоторые подписчики уже окрошку делают, Марина, кстати, тебе привет, говорит, что окрошку делаю, я говорю, у нас только горячее, у нас вон по ночам еще и, ну, плюс 2, плюс 3, да, днем плюс 8, вообще какая-то странная погода, сейчас как раз такое время, все цветет же, хочется наслаждаться этим, ну, никак, ой, короче, ну, вот я купила тортик, вот такой вот он, если кто вот хочет, например, детям купить, очень вкусный советую, и тут посередине, знаете, каждый, каждый раз, вот, ну, я сейчас не буду, вот он такой маленький, конечно, что взрослому пацану за раз, как говорится, одним махом, тут посередине, короче, вот этот вот сам Беньямин Блюмхен, он открывается, да, там, я потом покажу, если что, и они с разными этими, ну, как фигурка одна и та же, этот слоник, а там, ну, тот, что-то в руках иногда держит, там, или какая-то у него другая, там, это, как ее, шапочка или что-нибудь, короче, фигурка всегда та же, да, слоник, а что-то там на нем одето, или что, вот это все меняется, и тут вот, я помню, когда он маленький был, сын, тут внутри вот это вот открывается, ну, можно аккуратно, и там и игры, да, какие-то, вон, видите, внутри, игры, там, разукрашки бывают, что-то, какие-то кубики собирать, вон, там, внутри, стоит он пять с копейками, да, по-моему, недорого, ну, это просто, вот, чисто, я говорю, по традиции, купила, а старший сын у меня вообще любит какие-нибудь вишневые тоже, вот, типа, не помню, как называется, ну, сейчас он попросил этот, медовый купить, в русском магазине у нас продают, я не знаю, Коля, наверное, заедет после работы, купит его, так что сегодня мы вечером так, не знаю, как я и говорила, извиняюсь, мне позвонили, сейчас надо было ответить, забыла теперь, на чем я остановилась, а, ну, наверное, то, что это, Коля после работы заедет, это, возьмет медовик, ну, он попросил, говорит, медовый давно не ели, вообще, у меня мама так вкусно медовый тоже делает, но с ним столько мороки, это правда, с этим медом, это каждый корж, его же еще и раскатывать так плохо, мама помнит, тоненько так раскатывает, он еще прилипает же, она на каждый вот это вот, как он, на пергаментной бумаге вот это вот раскатывать, круги вырезать, потом пока каждый корж выпекаешь, короче, это столько мороки, но если это время, но если времени много, то, конечно, можно, да, это весь день на это уйдет, но если времени нет, да, там, приехал туда-сюда, пока это надо, то да сё, то как-то не это в рабочие дни, да сейчас все можно купить как-то, не знаю, я насчет этого не заморачиваюсь, насчет теста, и вообще вот тоже иногда пишут, что лентяи разленились, но она не то, что разленились, но если есть возможность, да, вот, например, взять в магазине, это сэкономит время, например, в это время я уж лучше что-нибудь другое поделаю, чем я буду с тестом возиться, также, например, с дрожжевым тоже, ну, с дрожжевым я вообще ничего толком не делаю, потому что у меня в семье не очень тоже любят тесто, особенно дрожжевое, вот я, например, когда моя мама пирожки делает, да, на даче так, ну, и раньше мама всегда часто делала, то с удовольствием, конечно, так поешь и все, ну, один-два пирожка от силы, также и мои, например, дети вообще не едят вот эти с дрожжевого, вот чебуреки, да, они любят, и то не так часто, не знаю, насчет теста у нас, как-то мне иногда тоже спрашивают, ну, сделать какое-нибудь национальное блюдо, что-то испечь, мои дети не все едят тоже, поэтому как-то варю то, что, как говорится, все едят, а вот это вот несколько блюд, да, что-то варить тоже не хочется, ну, короче, как-то так, ладно, поедем домой, надо мне быстренько убраться, вот это самое главное-то. Ой, пришла, кто это тут лежит, меня не встречает, ты даже кушать не хочешь, о, услышал, ты же полдня не ел, а? Ну, как твой глазик? Ой, ты мой зайчик, король наш, ну, недаром же босс, да, лежит посередине кровати, а то там отсвечивает, когда снимаешь, ну, как твои дела, как твой глазик? Ну, получше, смотрю, я ему утром ватным диском так протерла теплой водой, конечно, не хочет, я смотрю, что у него там, мне вообще проходит, ух ты мой, лапку вытянул, король ты мой, да, ой, 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 ну, что кушать-то, пойдем? Ну, пошли? Нет? Ну, ладно, тогда я буду сейчас раздеваться, убираться, да, то есть переодеваться, а ты будешь лежать, а то вчера же я так и не пропылесосила. У меня еще посылка пришла с тем, даже не помню, что, надо сейчас торт, ну, я не буду его уже в холодильник ложить, потому что уже скоро кушать. Вот так все осталось, ну, вот это вот как раз на торт это ставлю, это вообще для торта, да, утром вроде бы говорила, уже, теперь не помню, уже полдня прошло, такая декорация, тут эти тоже такие положила, ну, с утра еще. Так что, оставлю, мне надо сейчас посудомойки вытащить посуду. А, кстати, вчера это, пришла реклама с этого, это как у нас называется, магазин Порта или как? Нет, не вот это, это Мебелькрафт, а это Порта, да. Стаканы, гляньте, сейчас покажу. Вот эти, которые я покупала, Пхёфнер, да? Смотрите, вот они заманивают людей, скидка, типа они стоили 6,50, а сейчас 3,99. Когда я покупала мои, вот тоже в Пхёфнере, да, вот эти вот стаканы, он стоил, там стоялось, что, 3 с копейками, а я купила за 2 с копеек, не помню точно, сколько. Ну, вот это вот что, 6,50, это вообще вранье полное, вот так вот они и заманивают. Иногда тоже даже подходишь, да, вот в некоторых магазинах, посмотришь, этикетка типа там дешевле стала, потом отдираешь, там еще дешевле было. А, боже, а в Lidl считай еще дешевле, там за 3,99, 4 штуки было бокала. Да. Ну, как всегда, везде все одно и то же. Этот вот мёбель крафт тоже такой ничего, магазин, мы раньше тоже там брали, но у него он далеко от нас ехать. Все везде то же самое. Далеко и необязательно, но у нас Хёфтар 1 сколько, ну минут 15 вот я езжал, вот это вот порта он от нас вообще рядом, тут 10 минут, и по автобану даже ехать не надо. Тоже на все он 20%, там что плюс 5, это если Кунда, наверное, там, да. Ну я там не Кунда, ну в смысле не этот, ай, забыла, как называется. Ладно, там вон моя посылка лежит. Ну что, не отходя от кассы, решила я посмотреть, что же мы там заказали. Но я помню, что мы заказывали, знаете, такая ложка, которую мороженое набирать. Я не знаю, как она называется, ну, ложка для мороженого, да. Ну да, это она одна есть, я думала, что-то еще может быть. Или... А, ну да. И что-то еще. Короче, вот такая вот ложка, это с сайта тема, да. Потому что что-то у нас была, я ее найти не могу. Не знаю, может быть, я ее выкинула. Может, она мне мешала. Именно вот, знаете, когда вот в дозах это мороженое, да, вот хорошо такой ложкой набирать. Ну, набираешь, да, а потом, когда скидывать, нажимаешь. Я не помню, сколько оно стоило, 6 копейками или нет, точно не помню. Ну, пришла быстро, неделю назад, наверное, выписывали. А то сейчас лето будет, же мороженое. А, вот, вспомнила, что я еще. Это, короче, два ножичка для масла. Помните, я говорила, что для масла у меня нету ножичков? Вот. Что-то у нас эта неделя посылки-посылки, да, получается. Ну, я уже говорила, да, что магазины это не так много времени занимает, чтобы ездить. Естественно, я иногда ездию. Вот вы видели, да, в Технер ездила. Вот таким люблю, но тоже не часто, это редко бывает. Вот такие вот, смотрите, два ножичка. Это специально для масла. Не с той стороны открыла. Фу, как я напугалась. Хорошо, что он тупой. Вот такие вот маленькие для масла. Ну, бивертонки хорошие были в смысле отзывы. А, вот тут он открывается, а то я не там. Два они были в наборе. Не стала я брать много, чисто вот так вот на завтра, так, да. Чтобы посудомойку их можно положить там стоить, что. Что-то еще, а что-то в коробке даже не помню. Что еще? Честно, не помню. Может быть, Коля что-то? Сейчас откроем. Самой интересно, что тут там такое. А, вспомнила теперь. Это мы, короче, полочку в ванну. Блин, надо ее еще вытащить. У нас, короче, есть полка, в которой стоят, ну, над ванной, да, она, когда я показывала ванну, может быть, видели, над ванной. И она уже немножко так подзаржавела. Вот я говорю, надо полочку какую-нибудь туда. И не хочется сверлить. Она, такая полочка, она не засверлена в стену. Она такая на присоске. Не хочется плитку портить. Ну, сейчас много, да, таких продает. И вот, Коля выписал такую. Она тоже, вроде бы, ее не надо сверлить. Только она, это пластмассовая, а та, как эта. Типа, как железная. Вот такая вот. Она такая большая, не знаю, это шампунь. Я думаю, она поглубже будет. Вот такая вот, в смысле, если шампуни ставить не упадут. И вот какие-то к ней вот эти присоски самы. Не знаю, как она будет функционировать. Если все, потом покажем, когда Коля будет ее ставить. В смысле, вешать. Тут даже какой-то ключик. Ну, это такие, да, это как липучки. Отлепляется, наверное. Я не буду сейчас. Да, отлепляется. И вот, к этому, к плитке. И потом, вот, тут такое крепление. И потом оно одевается вот тут. Все понятно. И к нему еще там два крючка. Это вот мочалки, да, которыми мы моемся. По-моему, они вот тут вот так вот. Да, вот так вот одевается. И тут-то вот две, два крючка в смысле. Еще ключик, гляньте, какой есть. Ну, короче, вот такая вот посылочка у нас с темой. Все равно, вот, не знаю, тему вроде ничего. Такой сайт, такие вот мелкое что-то, да, можно выписать. Просто я смотрела на Амазон, да, типа такой, там она в два раза дороже. Думаешь, зачем оно надо, ты не пользуешься ей так часто. Так что вполне себе, так же и вот эти ножички для масла. Два вполне хватает. Ну ладно, мне надо все уже убираться. Босик пришел. Босичка, что ты кушать хочешь? Да, сейчас дам. Ну что, я переоделась, хочу по-быстрому немножко прибраться. Ну, пропылесосить, пыль вытереть, да, чисто. Стеклоочистителем немножко так, этот, комод этот, или как он там называется, протереть. Столик, да, Босик? Босик, сейчас опять ему не понравится, что я буду пылесосить. Ну, что сделаешь? Ну, ты хоть не спишь. Да? Ну все, он поел, теперь довольный. Ладно, будем убираться. Машинка у меня уже стирается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну что, я так подумала, что это получится очень сильно длинное видео. Наверное, мы будем уже заканчивать его. Мне осталось только вот в прихожке. Ну, в прихожке, в самой ванной, да, помыть ванну, раковину, ну, как всегда, да, естественно, эти краны там, все это. И помыть полы. И помыть полы везде еще. Ну, это быстро, я уже показывала, да, у меня такая швабра есть от Веледа, она у меня стоит в этом, надо сейчас достать кладовки. Ну и все, и мои придут. Ну, конечно, они все в разное время приходят, там, кто-то в 6, кто-то в 7, кто-то в 8, ну, примерно где-то, может быть, в 8 мы сядем. Не в курсе, что они там даже закажут. Посмотрим, есть ли вдруг что, я вставлю уже в другое видео, да. Ну, а всем теперь говорю пока. Всем огромное спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, ну, и, конечно же, за ваши поздравления. Всем желаю всего того же, вдвойне. Всем огромное спасибо еще раз. И всем пока. Всем всего самого хорошего.